РАДИО НВ ГОДЫНА ПОЛИТИКИ НА РАДИО НВ ИВАН ЯКОВИНА СВИТ ОЛНЕД Здравствуйте, дамы и господа! Среда, в эфире, как всегда, Иван Яковин в это время. И наша суперпередача о самых главных, важных и интересных событиях и тенденциях прошлой недели, ушедшей недели. Сразу скажу номер вайбера нашего, пишите сообщение 067-670-2057. Я постараюсь последнюю часть нашей передачи посвятить ответу на ваши вопросы, если таковые, конечно, будут. Поэтому пишите, если вас что-то интересует, поговорим с удовольствием с вами, и я отвечу на ваши вопросы. Итак, главное, наверное, событие международное на этой неделе, это был визит Дональда Трампа, президента США, государственный визит в Великобританию и Францию. Ну, главная, конечно, часть это была Великобритания. И, надо сказать, Дональд Трамп еще перед началом этого визита сумел отметиться, так сказать. Он поругался с многими важными, серьезными людьми в этой стране. Например, он обозвал невестку королевы Елизавета II, Меган Маркл. Маркл словом вредно, nasty, это по-английски звучит как вредно, неприятно, противно. Меган Маркл, это, как вы знаете, жена внучки королевы, внука королевы, извините. Жена внука королевы, она американка, кстати сказать. Но вот она постоянно критиковала сама Дональда Трампа и в ответ нарвалась на такое заявление в свой адрес. Это первое. Второе. Дональд Трамп объявил мэра города Лондона Сидикхана лузером и болваном. В своем твиттере сказал, что Сидикхан вообще никуда не годится, как в качестве градоначальника, да и вообще человек он так себе. Соответственно, это вторая подача со стороны Дональда Трампа. И третье было интересно. Он объявил, что Джереми Корбин, лидер либористов британских, то есть лидер второй, главной оппозиционной партии, второй партии Британии, является вообще никуда не годным политиком, просто гадким человеком. И при этом Трамп сказал, что сам этот Корбин хотел с ним встретиться, просил о встрече в Лондоне, но Дональд Трамп отверг этот запрос и не стал с ним встречаться. Сам Корбин, кстати, объявил, что никакой встречи с Трампом он не просил, а просто сам не захотел вообще рядом в одном поле, как говорится, сесть отдохнуть с Дональдом Трампом, потому что терпеть он не может этого человека. Вообще, надо сказать, против приезда Дональда Трампа в Великобританию шли массовые акции протеста. Многим людям, британцам он настолько сильно не нравится, что сотни, представляете себе, сотни тысяч человек вышли в центр Лондона с тем, чтобы протестовать против приезда Трампа. Над собой они подняли даже огромный такой дирижабль в виде странного очень такого Дональда Трампа в виде ребенка. То есть бэйби Трамп, как его называют, даже не ребенка, а, наверное, надо сказать, типа младенца. Имелось в виду, что Трамп ведет себя как младенец. Тут интересный такой момент. Бывший, еще один бывший мэр Лондона, который зовут Борис Джонсон, еще до того, как Трамп стал президентом, говорил о нынешнем американском лидере вот что. «Ошеломляющее невежество делает его совершенно очевидно неспособным исполнять функции президента». Это цитата. То есть Джонсон, вообще такой очень острый на язык человек, сказал, что считает Трампа, в общем, просто тупицей, слишком глупым для исполнения функции президента. И сейчас, как ни странно, даже после такого заявления, Дональд Трамп и Борис Джонсон являются прекрасными, ну, можно сказать, друзьями. У них замечательные отношения. Этим, как они, кстати, мне напоминают некоторых украинских политиков, которые, знаете, годами друг друга поливают всякими нехорошими веществами, а потом что-то происходит такое, хоба, и они опять лучшие друзья. Такое часто случается у нас, но у них довольно редкое явление. И, тем не менее, вот оно произошло сейчас, надо сказать, у Трампа и Джонсона много общего, начиная от того, что обоих у них странные очень прически. Если, ну, Трамповского, я думаю, все видели, а у Джонсона такая, просто, знаете, нелепая копна абсолютно белых молочного цвета волос на голове. Он похож на какого-то такого, знаете, страшилу из изумрудного города. Но при этом это, конечно, не главное сходство. Главное то, что оба, в общем, являются правыми политиками. Оба взывают к самым, я бы сказал так, низменным чувствам, к инстинктам своих избирателей. Но при этом оба являются очень умелыми политиками, умеют мобилизовать свой электорат. И обоим это идет в пользу. Дело в том, что прямо сейчас у Бориса Джонсона, вот того самого человека, который обзывал Трампа абсолютно неспособным исполнять функции президента, самые высокие шансы на то, чтобы занять кресло премьер-министра. Почему это важно? Сейчас Трамп, надо сказать, вот помимо того, что поругался с огромным количеством людей в королевской семье и в британском политикуме, не люблю это слово, но придется применить. Так вот, помимо этого, Трампа, естественно, встречали массовыми акциями протеста. Ему даже из-за этого пришлось пересесть с автомобиля на вертолет, потому что автомобильное движение там во многих частях Лондона заблокировано. Чтобы он просто мог передвигаться по городу, ему пришлось ему на вертолет летать. Так вот, встречали его не очень радушно. Более того, ему пришлось сейчас вести переговоры с премьер-министром Великобритании, все-таки государственный визит, Терезе Мэй. Терезе Мэй вот в ближайшие дни просто покидает свой пост, покидает пост главы консервативной партии, и автоматически она теряет пост премьер-министра, будут выборы премьер-министра. Как там строятся выборы? Сначала парламентарии в парламенте британском выбирают двух людей, способных побороться за пост лидера партии, и потом уже зарегистрированные члены партии, их там несколько сот тысяч, примерно 150 тысяч человек, они голосуют и выбирают из этих двух людей одного. Если Борис Джонсон попадает в этот шорт-лист из двух человек, то он, скорее всего, станет победителем, потому что обычные партийцы, не те, кто заседает в парламенте, а просто обычные люди, они, обычные консерваторы, они целиком его поддерживают с огромным перевесом. Поэтому, скорее всего, Джонсон уже, ну, это в общем почти решенное дело, что он станет премьер-министром. Так вот, у Трампа, получается, да, ему даже поговорить не о чем было, потому что Тереза Мэй уже хромая утка, она не является что-либо решающим человеком в Великобритании, и поэтому, в общем, его этот визит носил такой, знаете, ознакомительный церемониальный характер. Тем более, что продолжился он, как вы, наверное, уже знаете, во Франции, в Нормандии, где прошли торжества в честь 85-летия, по-моему, высадки союзников в Нормандии в 44-м году прошло века, когда открылся, был открыт второй фронт, там, как обычно, все толкали разные интересные речи и так далее. Но самое главное, что Трамп сказал на эту тему, вообще, за все, за весь этот государственный свой визит, разговор был вот о чем. О том, что он собирается изменить свою политику относительно Ирана. Это очень важно, что до этого, до самого последнего момента, Дональд Трамп и все его официальные лица, например, Майк Помпео, госсекретарь США, Джон Болтон, его советник по национальной безопасности, они фактически говорили, что война с Ираном дело решено, и иранцам уже практически не удастся ее избежать, если только они пойдут на какие-то супер решительные шаги. Сейчас же Дональд Трамп в разговоре с британскими официальными представителями сказал, что он не хочет войны с Ираном, что он хочет договориться с Ираном. И знаете, о чем договориться? О том, чтобы заключить новую сделку. Что имеется в виду? Как вы знаете, наверное, в 2015 году Барак Обама заключил сделку с Ираном по ядерной его программе. Согласно этой сделке, Иран прекращает свою ядерную программу, а в обмен США снимают основные санкции, введенные против Ирана. Например, такие санкции, как эмбарго на экспорт иранской нефти. Дональд Трамп, когда пришел к власти, сказал, что нет, эта сделка не годится, что она слишком выгодная для Ирана и слишком невыгодная для США, поэтому надо ее пересмотреть. Он отменил ее действия и сейчас фактически он сказал, что мы сами не будем покупать иранскую нефть и не дадим ее никому покупать у Ирана. То есть мы будем мешать странам, другим мы будем вводить санкции против тех стран, которые будут покупать свою нефть у Ирана. Таким образом, у Ирана экономика в свободном падении сейчас находится и иранцы пообещали, что через два месяца они, то есть иранцы, возобновят производство обогащенного урана и, соответственно, возобновят свою ядерную программу. Если США не будут выполнять свою часть сделки, то и иранцы не будут выполнять свою часть сделки. Если начнется производство обогащенного урана Тегераном, то и Израиль, и США практически неизбежно начнут бомбардировку этой страны, поскольку они ни в коем случае не могут допустить появление у Ирана атомного оружия. Таким образом, сейчас все как бы шло к войне, да, и американцы пригнали в Персидский залив авианосец, пригнали туда две эскадрильи тяжелых стратегических бомбардировщиков Б-52, вооруженных крылатыми ракетами, способными там разнести пол Ирана в щепки. Все ушло к тому, что вот-вот начнется какая-то заваруха. Более того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, то есть союзники США в этом регионе, они открыто уже жаловались на то, что кто-то подмигивая, указывали на Иран, кивали на Иран, что кто-то, какие-то неизвестные диверсанты подрывают им то нефтепровод, то какой-то танкер попытаются утопить, то станцию по перекачке нефти. И все это было с таким намеком, что вот смотрите, иранцы сами нарываются на войну. И США их в этом, конечно, поддерживали, говорили, да-да-да, это Иран, они за это ответят обязательно. Так вот, сейчас выясняется, что может быть и не ответят, поскольку Дональд Трамп хочет пересмотреть вот эту вот сделку. Что он хочет добавить в эту сделку? Он хочет сделать так, чтобы в эту сделку были добавлены обязательства Ирана не производить ракеты большой дальности и средней даже дальности, то есть ракеты, способные долететь до Европы и главным образом самое основное беспокойство США это Израиль, чтобы эти ракеты были не способны долететь до Израиля. Вот Трамп хочет лишить иранцев такого оружия. Если у них это оружие исчезнет, то в общем Дональд Трамп будет доволен. Это первое. И второе, он хочет заставить Иран отказаться от поддержки своих союзников в регионе, на Ближнем Востоке. Что это за союзники? Это в первую очередь движение Хызбала в Ливане, движение Хамас в Палестине, то есть Башар Асад, президент Сирии, а также некоторые элементы в странах Персидского залива в арабских, то есть такие, например, шииты в Бахрейне, шииты в Саудовской Аравии и шииты в Объединенных Арабских Эмиратах. Там есть шиитские меньшинства, которым помогает Иран, и они с точки зрения США и самих этих стран расшатывают ситуацию изнутри. Вот в общем Трамп требует, чтобы отказать. Ну и еще один очень важный пункт, это отказ от любой поддержки хуситов. Хуситы это такие, знаете, люди, которые живут с незапамятных времен в Йемене, они там властвовали с незапамятных времен, то есть всегда там на протяжении нескольких тысяч лет была у власти хуситская королевская династия, но в последнее время они каким-то образом, сейчас их все называют хуситские повстанцы, хотя не очень понятно против кого они восстают, потому что вообще-то они там составляют в общем большинство населения, во-первых, во-вторых, вся власть всегда была в их руках, но сейчас их сделали типа меньшинством, они вроде как шииты, но такие шииты осунитившиеся. В общем, это долгая история, короче говоря, от Ирана Трамп требует не поддерживать своих союзников на Ближнем Востоке, это первое, и второе, не создавать ракеты, способные долететь до Израиля, это второе, ну и, конечно же, полностью прекратить любые исследования в ядерной сфере. Иран, скорее всего, на это ответит отказом, потому что это было бы, это бы принятие этих условий означало бы, на самом деле, отказ, фактически, отказ Ирана от проведения самостоятельной внешней политики. Я думаю, иранцы будут прессинговать и попытаются повысить ставки, они уже заявили, что в скором, как я уже сказал, они собираются повысить ставки и начать производство урана, обогащенного урана. Таким образом, я думаю, они попытаются надавить на США, ну даже не на США, а главным образом на Европу, показать Европе, что смотрите, мы ничего не боимся, мы продолжим обогащать уран и повышаем ставки. Таким образом, они, видимо, я подозреваю, они вызывают calling the bluff, то, что называется, пытаются поймать США на блефе. Если у них получится, будет очень интересно. Я уже даже не знаю, либо американцы нанесут удар, либо отступят. Учитывая, что Дональд Трамп в прошлом всегда отступал, я думаю, в этот раз отступит. Как, например, он отступил в ситуации с Северной Кореей, ведь он же не пошел на обострение ситуации. Дальше, что еще хочу сказать. Очень важно, что Трамп и Джонсон, который, скорее всего, станет премьер-министром Великобритании, они настолько спелись, что, я думаю, сейчас будет очень интересный процесс пойдет, а именно США и Великобритания будут выступать единым блоком по всем вопросам. То есть, фактически, Великобритания, которая раньше была частью Европейского Союза, сейчас станет неофициальной частью США, если можно так сказать. В то же время Китай будет еще одним центром силы, и Европейский Союз станет еще одним. Я думаю, знаете, очень похоже, что формируется мир на напоминающий во многом очертаниями своими карту в романе Орвелла 1984. Помните, там была Остазия, Евразия и Океания. Вот Океания такая, знаете, будет США плюс Великобритания. Остазия — это огромный, гигантский, многонаселенный Китай, супермощный. И Евразия. Ну, Евразия — это у нас сейчас формируется Европейский Союз. То есть, в прошлом это было, конечно, в прошлом это была, то есть, у Орвела — это Советский Союз плюс Европа. Но, вообще-то говоря, у нас сейчас речь идет о том, что мы будем немножко в измененной конфигурации. То есть, это будет Европа, Европейский Союз плюс, очевидно, Украина. Потому что за Украину сейчас разворачивается очень серьезная битва. И о том, как будет, и минус России, и о том, как будут эти борьбы за Украину, я расскажу уже в следующей части. Итак, поехали. Смотрите, Великобритания и США сейчас явно идут на встречных курсах. Это навстречу друг другу, правильно я буду сказать, не на встречных курсах. Потому что они, видимо, будут сейчас создавать очень серьезный союз, который будет даже прочнее, чем союз между британцами и континентальной Европой в рамках Европейского Союза. Но дело в Брексите, потому что Джонсон уже точно будет выводить Великобританию из состава Европейского Союза. Соответственно, сейчас этот союз во многом будет строиться, как я понимаю, на основе противостояния Китаю. И одним из главных пунктов этого противостояния будет противодействие китайской компании Huawei, которая сейчас, естественно, как я уже рассказывал в своих передачах, по сути дела пытается протянуть свои щупальца и захватить весь, можно сказать, информационный мир, мир информационных технологий. Они это делают с понятными целями, они хотят денег и они хотят, видимо, влияния. В общем, для компании это ничего плохого нет, это правильная цель, но иностранные, всякие государства, иностранные по отношению к Китаю, они, конечно, опасаются силы Huawei и пытаются всячески противодействовать. Я думаю, вот им, собственно, британцы с американцами займутся этим вопросом очень серьезно. Так вот, формируется мир, похожий на мир Орвелла. И я не знаю, страшно вам или нет, мне, наверное, нет, потому что я собираюсь лететь на Марс или на Луну. Ну, вот в этом смысле все последнее время сейчас делается тоже очень много. Китай просто выдающиеся успехи показывает в освоении космоса. Вот буквально в среду был осуществлен запуск ракеты, то есть в среду, когда это у нас сегодня, да, сегодня был, с ракеты, с мобильной платформы в Желтом море. Было запущено пять коммерческих спутников, видимо, это станет новым словом для Китая, потому что Китай, по сути дела, стал третьей страной в мире после США и Украины-России, потому что Украина и Россия вместе это делали, способны запускать ракеты из морских платформ. Ракета «Великий поход-11», так и называется, она была запущена уже больше 300 раз с обычных космодромов на Земле, но сейчас вот ее запустили с морской платформы в Желтом море. Это не очень большая ракета, но, тем не менее, запуск ее с морской платформы делает ее еще более дешевым, потому что дело вот в чем. На экваторе, куда подогнали эту ракету, по сути дела, запускать в космос что бы то ни было гораздо дешевле, чем не на экваторе, чем в полярных, скажем, областях, потому что экватор, ну, Земля наша вращается вокруг своей оси, и любой предмет, запускаемый с экватора, изначально обладает таким серьезным импульсом, потому что он просто довольно быстро движется, вот, собственно, вокруг оси своей. Таким образом, китайцы, видимо, решили осваивать очень дешевые запуски, и у них, судя по всему, все получается, то есть в этом смысле они молодцы. Кстати, в этом году Китай впервые опередит США по количеству космических запусков, причем не просто США, а США плюс, то есть государственные агентства НАСА плюс коммерческие компании, то есть китайцы уже выходят на первое место по числу космических запусков. Что еще важно, на этой же неделе НАСА, американское агентство, выбрало уже три частные компании, которые займутся полетами к Луне и доставкой туда разного рода оборудования, грузов и припасов. Все это будет делаться в рамках CLP, так называемых Commercial Lunar Payload Services. То есть это у нас программа доставки коммерческих грузов на Луну, можно примерно так перевести, и эта программа, в свою очередь, будет являться частью еще большей, более крупной программы, которая называется Артемида. Артемида, это, кто не знает, в древнегреческой мифологии сестра бога Аполлона. Если вы помните, предыдущие миссии американцев на Луну назывались Аполлон, и порядковый номер, там, Аполлон 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Теперь Артемида, и это, кстати, не случайно выбранное название, дело в том, что первым человеком, который будет высаживаться на Луну в 21 веке, американцы пообещали уже сделать женщину. То есть если в 20 веке высаживался первым Нил Армстронг, стал мужчина, то в этот раз будет уже женщина, и мне кажется, это очень хорошо и символично, и правильно. Так вот, в 20-м году уже полетят первые автоматические станции на Луну с грузами и припасами, а через пару лет уже, видимо, и грузы, и люди полетят, извините. Соответственно, все это дело будет высаживаться где-то в районе Южного полюса, там есть вода на дне кратеров, там на гребнях кратеров. Луна так устроена, что в некоторых местах там постоянно светит Солнце, то есть если вы устанавливаете на гребне кратера, скажем, в солнечной панели, у вас есть постоянный источник энергии, который действует круглосуточно и 365 дней в году. То есть идеальное место для получения энергии. Туда даже не надо атомный реактор вести, это идеальное место. Дальше, на дне этих кратеров есть вода, и, вероятно, если кратеры ударны от метеоритов, остатки этих метеоритов, то есть там есть металлы. Из этих металлов можно что-то изготавливать и так далее. Кроме того, на Луне сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле, соответственно, над кратером можно просто построить прочный купол из стекла, и он будет весить в 6 раз меньше. То есть можно просто огромные куполы там строить, и, соответственно, эти кратеры накрываешь куполом, и под этим куполом живешь себе спокойненько. То есть строить там что бы то ни было, ну какие-то помещения для людей, в общем, будет достаточно легко. Но с Луны это все, как говорится, начнется, но на Луне не закончится. Тут, мне кажется, очень интересными мысли Джеффа Безоса, создателя компании Amazon и самого богатого человека на Земле, миллиардера, он говорит вот что, сейчас, по его мнению, людям вообще не обязательно осваивать Марс. Он говорит, Марс очень далеко, это очень неблагоприятное для жизни место. Он таким образом заочно оппонирует Луну Маску, да. Он говорит, что на Марс, да, мы можем, но это слишком дорого, слишком неудобно, слишком опасно, и вообще не очень понятно зачем, потому что Марс реально, он еще и так далеко от Солнца, там всегда холодно будет. То есть мы терраформировать Марс не сможем, скорее всего, ну, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе, это необычайно тяжело будет сделать. Он говорит, у нас есть нормальная, дешевая и очень разумная альтернатива освоению Марса, а именно строительство искусственных колоний в космосе, огромных, вращающихся вокруг своей оси колоний, которые будут поддерживать человеческую жизнь на очень высоком уровне. То есть там можно сделать какую хочешь гравитацию, земную, да, по сути дела, там можно сделать прекрасные условия для жизни, прекрасный климат, прекрасный состав атмосферы, и, кроме того, сделать нормальный цикл день-ночь, можно сделать нормальную температуру воздуха, давление воздуха, все что угодно. То есть там будут фактически такие райские места, создаем в космосе, и они будут недалеко от Земли, то есть если, не дай бог, там что-нибудь случится, то можно быстренько погрузить всех людей на все ценные на корабль и отвезти на Землю. Таким образом, он говорит, вот такие колонии, полуавтономные, вращающиеся где-то неподалеку от Земли вокруг собственной оси, они и, соответственно, вокруг Солнца, они и должны стать будущим нашего освоения космоса, строительства. Он говорит, с помощью таких колоний, вращающихся вокруг собственной оси, с искусственной гравитацией, по сути дела, да, мы сможем поселить в космосе около одного триллиона людей. Он говорит, представляете себе, если будет жить в космосе триллион человек, сколько у нас будет Эйнштейнов, сколько у нас будет Бетховенов, сколько у нас будет Марков-Шагалов, то есть и человеческое искусство, и наука, и общественная мысль, и экономика, просто ракеты взлетят к небесам. То есть таким образом мы сможем стать гораздо более развитым обществом, развитой цивилизацией в довольно короткие сроки. По сути дела, знаете, вот если вам не очень понятно, если я даже не очень понятно объяснил, какие именно колонии имеются в виду, вы посмотрите, например, фильм «Элизиум» или фильм «Интерстеллар», конец фильма «Интерстеллар», там вот примерно такие колонии и показаны, где могли бы жить люди. Они там, конечно, показаны в таком, особенно в «Элизиуме», в не очень приглядном свете, что это, дескать, такое место, где живут только элитарные всякие люди, самые богатые, самые обеспеченные и у которых все есть. Обычные люди живут на Земле, в грязи и нищете, но, скорее всего, может быть, так и будет, потому что Земля наша, знаете, движется в очень неправильном направлении, поэтому я все-таки думаю, что Безос прав, нам надо строить такие космические колонии. Плюс, причем это уже, в общем, мы это можем делать, нужны просто деньги, нужно желание этим заняться. Вот у Джеффа Безоса есть, и у НАСА тоже есть, потому что НАСА уже, вот видите, занимается этой лунной программой, потому что я думаю, с луны это все и начнется. Тем более, если будет много в космосе таких колоний, между ними нужно какое-то сообщение, начнут обязательно люди думать, как ускорить это сообщение, то есть как делать все более быстрые корабли. Тут произойдет, как всегда у нас в истории нашей происходил такой настоящий фазовый переход, мы отойдем от химических двигателей к каким-то двигателям более высокого уровня и сможем уже наконец-то летать к звездам, а летать к звездам — это, естественно, наша главная задача. Еще Карл Саган, великий американский астроном, астрофизик, популяризатор науки, говорил, что мы вообще-то люди, да, мы есть часть космоса, мы та часть космоса, с помощью которой этот космос сам себя познает. То есть в каком-то смысле мы являемся мозгом космоса, как человек сам себя познает и вообще окружающий мир с помощью своего собственного мозга, так и космос познает себя с помощью нас, с нашей помощью. Поэтому вот, я думаю, в этом направлении и должна развиваться наша цивилизация, но пока, к сожалению, у нас есть и другие проблемы. Одновременно практически с визитом Дональда Трампа в Лондон, в город Брюссель, в столицу Европейского Союза, поехал Владимир Зеленский. Это, мне кажется, очень серьезная тема. Меня тут спросили, спросил, так без имени, а, у Саши некто спросил. Добрый вечер, какое ваше мнение о визите гаранта в Брюссель? Вот, собственно, я говорил, что я буду отвечать на вопросы слушателей в последней части передачи, но с удовольствием отвечу на этот вопрос прямо сейчас, тем более, что время пока позволяет. Итак, президент Украины съездил в столицу Евросоюза, его первый зарубежный визит был именно в Брюссель. Я считаю, что это очень правильно выбранное направление. Дело в том, что сейчас, учитывая склонность Дональда Трампа к разрушению американских институтов, не дай бог он еще будет переизбран на второй срок, он там вообще все переломает, это очень опасная ситуация. Я думаю, что Европа в нынешних условиях является и будет в ближайшие десятилетия оставаться главным союзником Украины. И, в принципе, я считаю, что Украине обязательно надо становиться частью Европы, и сама Европа в этом заинтересована, особенно после ухода Великобритании. Все-таки Украина — это очень европейская страна, и она должна быть в этом новом обновленном Евросоюзе, который, я надеюсь, будет под руководством Германии. Кстати, еще тут важный момент. Я хочу отметить, что люди Зеленского в первый зарубежный визит поехали именно в Германию, а не даже не в Брюссель. То есть, в общем, все правильно было сделано. Что касается выступления Зеленского, да, так себе выступление, мне оно не очень понравилось, прямо скажем, ну, слабовато оно звучало, но, тем не менее, настрой был правильный. Я думаю, что он еще и волновался, конечно, потому что все-таки впервые он в такой трибуны зарубежной выступал. В общем, можно понять. Надо сказать, его в каком-то смысле поддержал Жан-Клод Юнкер, глава Европейской комиссии, президент Европейской комиссии, который сказал, что не скучает по Петру Порошенко, так как у него есть, то есть у Юнкера есть новый друг, а именно Зеленский. Почему Юнкер такой замечательный человек? По некоторым данным он большой любитель выпить, поддать и вообще является большим хохмачом, таким шутником. Я думаю, с Зеленским они запросто нашли бы общий язык и нашли общий язык. Собственно, поэтому, я думаю, с Зеленским Юнкеру проще, чем с Порошенко, у которого чувство юмора было либо минимальным, либо вообще отсутствовало. Поэтому в этом смысле пока все выглядит неплохо, но надо отметить, конечно, что сейчас они не решали каких-то глобальных серьезных проблем, а только обозначили какие-то дальнейшие перспективы сотрудничества, потому что это первое, знакомительный в значительной степени визит, сложно от него ждать каких-то прерывных решений. Но важно что? Во-первых, важно то, что Зеленский подтвердил неизменность курса на вступление в НАТО и Европейский Союз. Я считаю это ключевая вещь. Во-вторых, мне кажется, очень важным то, что Зеленский сказал, что будет вести переговоры с Москвой только на гарантиях какой-то безопасности. Мне кажется, это очень важно. Ну и то, что он договорил, сказал, что будет вообще в принципе поддерживать нынешний курс, то есть не будет делать каких-то резких движений, для Европы это, знаете, было такое фу, слава богу, потому что они очень боялись, что новая метла по-новому начнет мести. Помните, как вот был Ющенко, страшно любил Европейский Союз. Пришел Янукович, стал любить, а потом не любить Европейский Союз, потом Янукович, Янукович, к счастью, выкинул, пришел Порошенко опять любить Европейский Союз, потом сейчас вот Зеленский, и от него непонятно чего ждали. В общем, выяснилось, что все нормально, можно не переживать, преемственность сохраняется. Для Европы это, конечно, самое главное. Сам Зеленский тоже, кстати, интересно выступил, сказал, очень классно у нас была встреча, я не знаю, можно ли так говорить, и дипломатично ли это, но он такой добрый, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный мужик. Это он про Юнкера говорил. Я думаю, что в этом смысле все идет совсем неплохо, потому что для Евросоюза Украина будет не менее важна, чем Евросоюз для Украины в ближайшем будущем, поскольку действительно сейчас все дело идет к тому, что вот разделяется мир на Китай, Европа, США с Великобританией. Вот эти центры силы, они будут между собой соперничать, и, конечно, Европе нужна очень серьезная поддержка в виде Украины. Потому что, знаете, если Украина будет, так как говорится, не пришел к хобыле хвост, либо болтаться между Европой и Россией, либо еще хуже попадет под китайское влияние, то, конечно, Европе никогда не стать действительно глобальной такой силой, способной влиять на мировую повестку дня. В общем, я думаю, европейцы сейчас будут очень заинтересованы в как можно более тесном сотрудничестве с Украиной, и это, я считаю, очень хорошо. Что еще важно хочу сказать. Главные международные смотрины Зеленского, вероятно, пройдут в сентябре, когда в Польше, в Варшаве будет отмечаться очередная годовщина, значит, 1 сентября начала Второй мировой войны, и я думаю, там, собственно, и произойдет встреча Зеленского с Дональдом Трампом. Это тоже важное будет явление и важное событие, особенно учитывая то, что Владимира Путина туда не позвали. В общем, будем следить за ситуацией. А в третьей части я, как и обещал, постараюсь ответить на ваши вопросы, и, может быть, что-нибудь еще расскажу. Сейчас у нас новости рекламы. Иван Яковлевна. Свит-погляд. Продолжаем разговор. Иван Яковлевна в студии. Что еще я хочу сказать по предыдущей теме? Очень важно сказать вот что. Почему Украина так сильно важна для Европейского Союза? Потому что, знаете, все-таки изменения климатические, они все ближе и все более неотвративыми представляются. Уже почти все ученые говорят, что дело идет к очень серьезному глобальному кризису. Этот кризис будет сопряженся рядом явлений, которые, может быть, прямо напрямую нас не затронут, но обязательно-обязательно приведут к тому, что Украина окажется затронута, скажем так, последствиями этих кризис. Что имеется в виду? Во-первых, из-за того, что огромное количество людей не сможет из-за климатических изменений жить там, где они сейчас живут, они побегут на север. На север, скорее всего, в Европу. В том, что касается Африки и Азии, больше им, в общем, бежать некуда. Побегут на север в европейские страны. Значительная часть наверняка будет бежать через Украину. Поэтому я думаю, что европейцам очень хотелось бы на дальних, как говорится, подступах этих людей отфильтровывать, не пускать к себе. Поэтому, да, я думаю, Европа будет заинтересована в том, чтобы у Украины были очень серьезные границы. Это первое. Второе. Конечно же, из-за изменения температуры и из-за изменения климата возникнут очень серьезные проблемы в мире с водой, чистой питьевой водой и едой. Тоже это все надо будет как-то решать. И Украина в этом смысле абсолютно бесценна. В том смысле, что у нее есть и огромное количество питьевой воды чистой, и огромное количество земли, на которой много чего растет. Поэтому Украина приобретает, знаете, ценность как страна, необходимая для физического выживания многих людей. Поэтому инкорпорация Украины, то есть включение Украины в новый Европейский Союз, я думаю, абсолютно ключевое задание для Европейского Союза. И в этом смысле у нас очень неплохие перспективы для вступления в ЕС в недалеком будущем. Смотрите, дальше я буду отвечать сейчас на ваши вопросы. Как обещал, на всякий случай скажу, номер Вайбера 067-670-2057. Итак, как дела? Привет, Ваня, спрашивает мне Юра. Как дела в Канаде? В Канаде, Юра, дела очень неплохо. Сейчас я вот думаю поехать в Америку, заодно узнаю, как дела в Канаде. На самом деле, там сейчас все совсем неплохо. Насколько мне известно, Джастин Тридо был вот сейчас во Франции на праздновании годовщины юбилея высадки в Нормандии. И там встречался со всеми самыми главными людьми мира. Хотя совсем недавно, если вы помните, я рассказывал, тут у Тридо были большие проблемы из-за того, что там такой полукоррупционный скандал для Канады, неслыханное дело. Но вроде бы он пока выруливает, хотя не объявлено о новых выборах в парламент Канады. Но пока, но все равно популярность Тридо, Джастина Тридо, премьер-министра, была сильно подорвана. Иван, а не знаете ли вы, кто в квартале 95 будет Зеленским? Нет, не знаю. Я, честно сказать, до того, как Зеленский стал президентом, вообще выдвинулся в президента, я ни разу не видел ни одной передачи 95-го квартала. И даже, в общем, не очень знал, о чем это все. Спрашивают меня, космос или Брюссель являются головным направлением развития? Я думаю, что все это, знаете, для Украины, в общем-то, на самом деле Украина серьезным потенциалом обладает в смысле развития космоса и могли бы много чего сделать. Особенно, знаете, вот есть такое направление, как выращивание растений в космосе. У Украины есть очень неплохие, я интересовался вопросом, у Украины есть очень и очень неплохие наработки в этом вопросе, и Украина могла бы запросто стать мировым лидером вот в том месте, где растения и водство, то есть выращивание еды, да, которая будет необходимой на той же Луне, и космос, они вот там, где сходятся, вот там Украина могла бы показать себя в наилучшем виде, и на самом деле это было бы совсем неплохо, и зарабатывать на этом огромные деньги. Кстати, что касается Брюсселя, Я думаю, что все-таки, да, все-таки для Украины направление внешнеполитическое на Европейский Союз, это главное сейчас, не на Америку даже, а именно на Европейский Союз. Кроме того, тут вопрос, что объединяет Трампа и Джонсона, полезные действия в пользу России. Да, я с этим согласен, опять же, это Влад говорит. Я согласен, действительно, и Трамп, и Джонсон делают очень много того, что можно было бы сказать, назвать полезным для России. То есть Трамп фактически уничтожает американские институты, очень важные институты, но самое главное у меня лично претензия к Трампу, это то, что уничтожает институт надзора законодательной власти над исполнительной. Он фактически игнорирует право, и даже не право, а обязанность Конгресса США осуществлять надзор над деятельностью исполнительной власти, то есть администрации президента. Это важно, это, знаете, это об ответственности власти, да, ответственная власть, она всегда себя ведет приличнее, чем безответственная. И, собственно, на этом Америка и выросла, на этом Америка и стала Америкой, благодаря этому. Вот был этот институт, он, в общем-то, был, по сути дела, в виде традиции закреплен, потому что американские президенты, они сами всегда являлись плотью от плоти, кровью от крови американской политической системы, и они не могли взять и наплевать, скажем, на вот этот институт congressional overview, oversight, да, то есть наблюдение Конгресса над исполнительной властью. Потому что, ну, это неприлично, это, я не знаю, ну, как встать в публичном месте и там в туалет сходить, да, посреди белого дома. Так не делается. Но вот Трамп делает, и, знаете, нет закона, который помешал бы ему это делать. К сожалению, ну, Конгресс выписывает так называемый contempt, то есть это постановление о том, что тот или иной человек не уважает Конгресс. После этого теоретически Министерство юстиции должно привлекать этого человека, который признан неуважающим Конгресса, этого человека необходимо привлекать к ответственности, либо штрафовать, либо сажать. Но Министерство юстиции полностью под контролем Трампа, и оно этого не делает, оно не хочет этого делать. Вот генеральный прокурор, он говорит, нет, не сделаю, все, плевать я на вас хотел. И, соответственно, Конгресс не обладает никакой возможностью повлиять на Трампа. Это, конечно, разрушение институтов, это даже хуже для США, чем разрушение, чем какие-то экономические проблемы, потому что институт, экономику можно восстановить, а институт уничтожен, восстановить будет гораздо сложнее. То же самое касается и Брексита в Великобритании, потому что сравнительно небольшие вложения России в кампанию по продвижению Брексита дали невероятно богатые плоды. А именно сейчас Великобритания оказалась в состоянии страшного хаоса политического, а скоро и экономического, потому что особенно жесткий Брексит приведет, по мнению экономистов многих, к падению производства, падению ВВП аж на 10%. Это, знаете ли, серьезно, очень серьезно, это как война прошлась по Великобритании. То есть для Путина, который всегда говорил, что желает, мечтает о месте Западу за развал Советского Союза, развал Европейского Союза и, возможно, очень вероятное, последующий развал Великобритании, для него это, конечно, идеальная ситуация. Тем более, вы знаете, что совсем недавно шотландцы представили законопроект о проведении нового референдума о выходе из состава Великобритании. Таким образом, да, вполне вероятно, что Великобритания тоже развалится. Это будет, конечно, совсем нехорошо для цивилизации западной вообще. Тут высказывают предположение, что своей ближневосточной, как я предполагаю, политикой, Трамп просто делает так, чтобы цены на нефть на мировых рынках скакали и он таким образом мог бы заработать. Ну, либо не обязательно он, а его какие-то, наверное, люди. Антон пишет. Я думаю, что да, может быть и так, но, скорее всего, все-таки, понимаете, он как-никак президент и заниматься такими манипуляциями на рынке нефти даже, ну, это как-то уж слишком было бы для президента. Ваня, добрый вечер. Что вы думаете по поводу сериала Чернобыль? Не смотрел пока его, не смотрел сериал Чернобыль, но все хвалят и я думаю, что, наверное, стоит посмотреть. Вот Иван Михайлюк пишет. Якутия очень большая, пускай беженцы, видимо, бегут в Россию. Вы знаете, в Бельгии или в Нидерландах или даже где-нибудь в Австрии, я уверен, что там жизнь гораздо более приятная, чем в Якутии. Поэтому, я думаю, желающих убежать жить в Австрию будет существенно больше, чем у желающих убежать жить в Якутию. В Украине, пишет Виталий, не хватает питьевой воды. Ее не хватает из-за того, что не умеют ее должным образом обработать. Но вообще-то, если ее поставить в нормальные очистные сооружения, то воды физически H2O, достаточных количеств, но, к сожалению, не умеют ее, пока нет инфраструктуры достаточно. Но я уверен, если Украина вступит в Европейский Союз, то инфраструктура так или иначе будет появиться. Так, Иван, добрый вечер. Какая перспектива межморья? Страны Балтии, Польши, Украины. Возможно ли такой союз и сотрудничество? Думаю, маловероятно. Объясню, почему. Потому что сейчас страны вот такие, как Польша, ну и балтийские страны, многие, кроме Эстонии, пожалуй, и особенно то, что касается Венгрии. Я уже молчу про Беларусь. Эти страны, они управляются лидерами, склонными к авторитарному или управлению. Как показывает опыт, лидеры с таким отношением к политике, когда они считают себя самыми великими полководцами, лидерами, политиками и так далее, они, как правило, не способны на нормальное сотрудничество с другими людьми. Они просто между собой ругаются. Посмотрите, что вот сейчас произошло, кстати, интересная история в Италии. Там две популистские партии, левая популистская пять звезд и правая популистская лига, у обеих такие харизматичные лидеры, и вот, значит, прошли выборы в Европейский парламент. Раньше, по итогам предыдущих выборов, собственно, вот итальянский парламент, партия пять звезд, то есть левая, те, которые левее, они взяли больше мест и, соответственно, стали старшим партнером в правящей коалиции. Сейчас же, по итогам выборов в Европейский парламент, больше, намного возросла популярность партии Лига, то есть правых, и правые говорят, слушайте, ребята, вот мы, смотрите, мы такие вот, мы такие популярные, поэтому давайте-ка мы станем теперь главной партией, старшей партией в коалиции, потому что ваша популярность снизилась, она же возросла, давайте мы это реализуем и внутри нашей коалиции. Как-то какое-то отражение, чтобы было, а левые, конечно, с этим не согласны, между ними произошел конфликт, и сейчас премьер-министр Джузеппе Конти, который беспартийный, он не правый и не левый, он как бы между ними балансирует так по серединке, они поэтому его и выбрали, он говорит, так, ребята, если вы не помиритесь, то я уйду в отставку. Я думаю, что еще хуже могла бы быть ситуация, если бы, скажем, поляки решили что-то такое придумать в плане объединения с венграми, например, потому что и те, и другие считают себя великими, там и Качинский в Польше, и Орбан в Венгрии, и я даже не понимаю, знаете, как говорят, два медведя в одной берлоге не живут, поэтому люди, когда они объединяются ценностями, тогда да, тогда возможно объединение, а когда они объединяются на основе личности, тогда объединение, я думаю, невозможно. Так, что тут еще? Высказывает Иван Михайлюк, уверенность, что Путин сделает из Якутии вторую Швейцарию. Сильно в этом сомневаюсь, хотя бы даже по климатическим условиям. Якутия, вы знаете, проблема Якутии и многих других сибирских территорий в том, что в случае глобального потепления там растает вечная мерзлота, и они превратятся в гигантские бескрайние болота. В чем еще большая проблема? Эти болота начнут высвобождать гигантское количество углекислого газа и метана, который сам по себе является газом в шесть раз более сильным в плане парникового эффекта. Вот из-за этого там, конечно, жить просто будет невозможно. То есть вот будет огромное гниющее болото, и на этом болоте, конечно, жить это сильно отличается от Швейцарии, ничего не получится. Так, Антон Довганюк спрашивает, когда конец света? Конец света, я думаю, наступит вот именно тогда, когда у нас начнутся серьезные климатические изменения, поскольку в этом случае начнется все, конечно, с климата, потом будет перебой с едой и с водой, а вот начнутся массовые переселения людей, и вот эти массовые переселения, они способны вполне будут привести к серьезным войнам. Я вот этого больше всего боюсь и очень не хотел бы доводить ситуацию именно до чего-то такого, потому что в этом случае, знаете, проблема будет у всей нашей цивилизации, поскольку никто не спасется. Ну и вообще, знаете, совсем недавно было еще одно исследование на эту тему, и все говорят, что действительно, ученые говорят, что если мы ничего не сделаем насчет изменения климата, то, скорее всего, нашей цивилизации придет крышка. Я думаю, что сделать тут по-хорошему, вот прошли про сериал Чернобыль, что можно было бы сделать? Можно было бы начать массовое строительство атомных электростанций, но нормального, с нормальными мерами безопасности. Вот это могло бы нас спасти и нам помочь каким-то образом получить огромное количество чистой энергии. Но пока мы этого сделать не можем, по той простой причине, что сейчас зеленые очень сильны во всем мире, и они, конечно, никогда в жизни не допустят строительства, повсеместного строительства атомных электростанций. А так бы мы могли, да, мы могли бы выйти абсолютно на уровень, отказаться и от использования нефти, и от использования газа, и так далее, и тем более угля. Я думаю, что это было бы совсем неплохо, но пока, к сожалению, у атомной энергетики очень плохой, скажем так, имидж. И после сериала Чернобыль, который, я думаю, всем понравился, все его очень сильно хвалят, но, я думаю, имидж атомной энергетики еще сильнее упал в глазах населения западных стран, и они никогда ни за что не согласятся на массовое строительство атомных станций. Поэтому будем справляться с последствиями глобального изменения климата каким-то другим способом, я еще пока не знаю каким, но, вероятно, будут строить солнечные батареи по всему миру, там где-нибудь в Сахаре, где-нибудь еще в других странах, потому что другого я пути пока не вижу. На самом деле, об этой проблеме надо говорить все сильнее, все больше и больше, потому что она затронет, конечно, всех. Это вот то, что может, от чего мы все можем погибнуть, ну, если не мы, то уж наши дети точно, поэтому обязательно, конечно, надо концентрироваться на проблеме изменения климата. Но, вы знаете, я, к счастью, вижу то, что и в Украине люди все больше и больше обращают на это внимание, и особенно молодые люди, они все чаще понимают, что действительно, если мы не озаботимся сохранением нашей планеты, то действительно единственный шанс останется для нас, это сбежать либо на какую-то другую планету, либо в космос и жить вот в мире, который больше всего будет похож на мир из фильма «Элизиум». Ну что ж, на этой оптимистической ноте я завершаю свой сегодняшний обзор, и да пребудет с вами сила, и пока-пока. Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова